здравствуйте друзья сегодня у нас воскресенье по местному калифорнийскому времени в российской федерации уже воскресенье закончилось итоги выборов подводят и мы со светлой вот едучи домой с океана стали вспоминать про выборы как вот в наше время выборы проходили когда мы были молодыми маленькими маленькими ну и так не совсем маленькими когда советский союз обвалился я сейчас соображу это нам было небо свят уже за 30 это значит я не помню в нашей сознательной жизни что мы хоть раз хотели куда-то голосовать а вот в детстве помню что люди да по молодости ходили да так вот значит как выглядели выборы обычно выборы проходили в школах там проще было организовать значит и там и учителя и там как бы помещение все это государственное частного всего не было как-то удобно это был выходной день да значит света это наблюдала в киеве а я соответственно в москве я не знаю там где они в селах это делали может быть поселковых советах там и так далее при входе на выборы были буфеты в буфете было нечто чего просто так в магазине обычно было не купить вот даже в москве казалось бы где снабжение было получше чем других местах но все-таки там например продавались бутерброды с икрой причем со ситринкой с сырокопченой колбасой это были чудовищные дефициты и надо сказать что там этой икры и колбасы было украдено задолго до то есть там было там три икринки я не знаю там то есть не то что вы знаете так обильно икоркой значит все это дело помазали такого не было конечно больше того оно почему-то уже как-то умудрялась так сгорбиться покоробиться это не был свежим свежайший там белый хлебушек там такого тоже не было это все было такое я бы сказал ну вот как из военных запасов знать вот но но тем не менее вот люди естественно выпивали как как не выпить на радость их начали выпивали они шли в это дело покупали бутербродик там шли даже нарядные многие шли нарядные детям бантики какие девочкам там привешивали какой даря самое нарядное платье одевали вот шли вроде были флаги но флаг да это был праздник сюда был праздник то есть вот и музыка играл и и там висели кумачевые какие-то плакаты там все на выборы то есть как бы казна создавала некоторый такой ну типа праздник типа праздник там еще отдельным делом были демонстрации вот например скажем на 1 мая это не связано вот на 1 мая например демонстрации там пьяные толпы шли ну их там перед красной площади выгоняли из очереди связи из колонны что падали некоторые но это отдельная история это я вам расскажу в детстве нет но конечно в детстве сидишь у папы там на плечах и маша красным флажком там каким-нибудь там до каким-то дядям там стоят на трибуне ну вот выборы значит дальше там было так значит выборы не были никогда альтернативными то есть выбирался один человек вот была одна должность ну там депутат чего-нибудь и вот этого из судьи тоже там разные люди избирались значит всегда был один человек стояла урна еще стояла белая занавесочка но родители говорили вот туда ходить нельзя там камеры стоят да давай я объясню значит вы подходили к людям сидели граждане там с предприятий вот и они находили вас в списке голосующих значит ставили галочку вы там расписывались и вам выдавали набор бюллетеней ну которые вот участвовали в голосовании на данный момент у вас было две возможности получив эти бюллетени в руки это после буфета уже значит хотя буфет можно было на выходе зайти значит у вас было две возможности возможность первое собрав бюллетени вы могли пройти с ними к урне для голосования и туда их просто бросить у вас была другая возможность отдельно для врагов народа стояли кабинки такие за что со шторками и вы могли зайти в кабину за шторку и там такое типа полочки такое было значит и вы могли на этой полочке что-то написать вы могли вычеркнуть этого кандидата хотя альтернативного все равно не было вы могли написать ну что хотите могли написать вы могли порвать этот бюллетень там чтобы он стал недействительным вообще всякий бюллетень на котором что-то такое писали был автоматически недействительным ну вот вы могли как враг народа зайти в эту будку вызывая подозрения всех присутствующих и как некоторые считали что там и съемка тоже идет как вот свечи на родители люди старшего поколения которые пережили сталинские репрессии они были более мнительными они считали что идет постоянная съемка и тогда значит вот это это и тогда уже выйдя из занавески для врагов народа или как это сейчас называют какие они там национал-предатели вы значит вот и национал-предатели они могли выйти и тоже и тоже бросить их сразу не арестовывали этого не было наше время такого не было вот и шли себе домой мы могли даже съесть бутерброд который для хороших людей в принципе но даже вот плохие могли вот дальше выборы всегда заканчивались как сказать результатами выборов ну надо было статистика значит статистика я думаю что как вот наверное сейчас тоже хотя тогда в большей степени наверное определялась какими-то ну политическими соображениями все это было ясно до того как что-то кто-то за что-то голосовал вот и вообще на выборы не шли для того чтобы проголосовать а шли для того чтобы по факту своего появления на избирательном участке продемонстрировать поддержку партии правительства то есть вот если ты не пошел на выборы значит ты такой человек который не поддерживает и в общем ты не такой же прямые советский человек советский человек туда идет не выбирать конечно идет а идет продемонстрировать поддержку потом значит публиковались выбор итоги выборов итоги выборов показывали что есть республики более такие советские а есть республики менее советские вот например менее советскими были республики прибалтики и если допустим в российской федерации там украине молдавии других правильных республиках значит поддержка составляла там 99 ну там 99 1 99 и 2 99 и 3 вот они там колебались вот то во враждебных советском устрою латвии эстонии и литве это могло быть 98 процентов даже не 99 98 и там 2 или 3 вот такие тоже были вот такая вот положить я не думаю что кто-то серьезно смотрел там на результаты выборов поскольку это как бы результаты не были никому особо интересны что заранее все было понятно но вот мы как любопытные вот я я в частности я я всегда смотрел то есть вот для тех кто смотрит значит там довольно прозрачно объясняли что к чему света скажи про выборы в которой которые в киеве были так все то же самое было у нас же был единый советский союз но это был праздник так а дети ходили ты ходила нарядная на выборы нет наверное не ходила но родители вот с утра встали пошли на выборы а я вам еще вот что скажу папа у меня был военнослужащим и вот я помню время когда он еще служил и там у них ну тоже есть военнослужащие там не были у них такие рядового состава у них не было такого а там были сверхсрочники там у них служили это они занимались охраной оборонных предприятий и вот и там люди которые там служили были сверхсрочниками там прапорщики каких каких они были там званиях но во всяком случае у них там по военной линии вот по этой вот мвд в данном случае у них тоже была своя внутренняя отчетность вот к какому времени проголосовал весь личный состав избирательные участки открывались если я не ошибаюсь 6 утра да свет ты не помнишь по моему в 6 утра в 6 утра открывались мы будем считать что в 6 утра поскольку других версий у нас осветланы пока нет и вот было очень важно для армейских вот продемонстрировать единство и поддержку поэтому они в 6 утра ровно все и голосовали то есть перед 6 утра они уже собирались там перед участком и ровно в 6 так строим проходили свои бюллетенчики бросали и тут же рапортовали начальству что там 6 до 15 а весь личный состав 100 процентов проголосовал то есть это было именно демонстрации поддержки вот кто раньше проголосовал вот я смотрю сегодня допишут что в москве к трем часам дня проголосовало 20 процентов зарегистрированных избирателей в наше время такого не было в наше время к трем часам дня проголосовало боже процентов там 85 надо если не 90 по всяк случае написали бы так так что ведь какой прогресс сейчас уже могут даже такое написать что только 20 процентов хорошо вот так такие воспоминания счастлива а